Губернатор Андрей Никитин провел личный прием граждан. На встречу с главой региона предварительно записались трое. Рушанин Александр Иванов ведет неравный бой с чиновниками с 2009 года. На его счету масса заявлений в самые разные инстанции. Десятки собранных подписей, письмо на имя президента страны. Суть вопроса – ремонт 150 метров городской улочки, где ютятся 20 частных домов. Картина стандартная – лужи по колено, с коляской не пройти. В этот раз вообще был такой. Вот где-то по пороге примерно проезжаем в машину. У нас медная документация на ремонт с восстановлением асфальтового покрытия разработана. Это получается протяженность 346 погонных метров, либо около 1300 квадратных метров. Сумма чуть меньше полутора миллионов. Поэтому думаю, что в этом году мы в обязательном порядке сделаем. Эти 346 погонных метров расположены в самом центре города-курорта. И примыкает к тому самому уникальному пешеходному маршруту. Впрочем, в этом году на развитие туристического кластера и благоустройство в рамках программы «Комфортная городская среда» вновь будут выделены немалые деньги из федерального бюджета. И тут уже с просьбой о народном контроле к местным жителям обращается лично губернатор. Вторая Русь, таких денег не было с эпохи послевоенного восстановления. Важно их разумно использовать, не пустую, не потратить. Поэтому у меня просьба одна. Если не будет общественного контроля, мы получим с вами. Кто-то на этом заработает. Стараемся. И все, и вы останетесь без нормальной инфраструктуры. И туристы, и, в общем, работа будет пустой. Отметим, всего за время приема по личным вопросам к губернатору обратились трое жителей области. Оперативно в присутствии прокурора региона и представителей муниципалитетов удалось решить и вопрос с ремонтом общественного колодца в деревне Подгорье Демянского района.